Всем привет! Культурная революция – это целый комплекс мероприятий, осуществленных Советской Россией и СССР и направленных на коренную перестройку культуры и идеологии общества. Культурная революция была начата вскоре после Октябрьской революции и отплытия так называемых философских пароходов с интеллигенцией. Цель революции – формирование нового типа культуры. А теперь обо всем поподробнее. Власть подчеркивала роль исключительности русского народа в создании Великой Русской империи, которая плавно переросла в СССР, поскольку эта популистская пропаганда хорошо усваивалась людьми с двумя классами образования. Этот поворот стал намечаться еще с конца 20-х годов, когда выяснилось, что людей сложно мобилизировать на защиту Отечества исключительно на основе лозунгов марксизма-ленинизма. Слишком абстрактны они были для землепашцев. Новой же идеологии помогала мобилизировать людей на различные мероприятия гораздо лучше, чем идеология дружбы и равенства народов, от которой быстро отказались. И она осталась потихоньку умирать, превращаться в миф. В своем исследовании Бранденбергер изучает историю этой популистской руссоцентристской идеологии в период 30-х-50-х годов XX века. Можете почитать. Там он доказывает, что эта культурная политика стала и катализатором формирования массового русского самосознания. Там же он рассказывает, как новая идеология внедрялась через систему образования и массовую культуру. Своего пика руссоцентристская пропаганда достигла в годы Второй мировой войны, когда уже любое сомнение в благой миссии России приравнивалось к измене Родины. Безусловно, никакой сторонней пропаганды ханов, как это называлось, быть не должно было. Ведь народы республик слезли с дерева и добились чего-то только благодаря связям с Россией. И никак иначе. Про советский руссоцентризм, как идеологический концепт признания исключительности роли русского народа среди советских наций, я уже рассказывала. Он включал в себя идеи превосходства русской культуры, искусственно созданное превосходство языка, прославление русской истории и придание только ей особого значения для других народов Союза. Советский руссоцентризм активно формировался в 30-е и начало 40-х годов и к середине столетия уже представлял собой сложный нарратив, исполнявший такие важнейшие функции внутри советского идеологического аппарата, как полное признание власти коммунистической партии и восхваление самой системы отношений между союзным центром и национальными республиками. Руссоцентризм никогда не заменял и не подменял идеологию коммунистической партии, но он подчеркивал ее русский характер. Как писал советский ученый, журналист и партийный государственный деятель Борис Михайлович Волин, цитирую, Ленинизм – это великое учение пролетариата, вершина русской культуры. Таким образом, в истории русской культуры конечным пунктом стал Ленин – личность основателя советского государства. Он позиционировался как исключительно гениальный сын русского народа, светоч и гений человечества. Советская идеология позиционировала Ленина и как вождя, и как именно русского национального героя. Новый реконструируемый идеологический концепт, построенный вокруг истории русских, провозглашал русский народ самым прогрессивным среди остальных миллионов. И уже неудивительно, что позже именно российские идеологи стали неравномерно оценивать вклад социалистических наций и не только в достижении победы над Германией. Именно русские провозглашались народом, который взял на себя тяжесть борьбы. К слову, в борьбе против Гитлера участвовало 53 страны. Тем не менее, преподносился решающий вклад именно русских, а выдающиеся качества русского народа оценивались в качестве решающей силы, спасшей человечество от фашистского ига. Воздание почести великому русскому народу осталось традиционным ритуалом для каждого съезда КПСС, даже после смерти Сталина. Из всех советских республик РСФСР составляло основной источник кадров для партии, безусловно. Таким образом, это создало предпосылки для выстраивания иерархии советских народов. Национальная политика делала руссоцентризм и иерархию наций неизбежными. Из материалов Махмудова. Особенности развития образования Азербайджана в 1950-1960 годы. По материалам ученых записок Орловского государственного университета. Итак, цитата. Еще с 20-х годов XX века из школьных программ были изъяты темы, пропагандирующие национальные ценности азербайджанского народа. С 30-х годов государство усилило контроль над просвещением, особенно преподаванием таких предметов, как история, география и литература. Для этой цели 16 мая 1934 года было принято специальное решение. Процесс обновления, охвативший советское общество после смерти Сталина, не обошел стороной и Азербайджан. Так, первое открытое столкновение Хрущева с национальными элитами произошло зимой 1958-1959 годов. В Азербайджане и Латвии пошли на прямой конфликт с союзным центром, проигнорировав новый закон о связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. И после в этих республиках в июне 1959 года были приняты постановления об обязательном изучении госслужащими азербайджанского и латвийского языков с последующей обязательной сдачи экзаменов. Такое самовольничество привело власть к испытанным методам подавления национализма в союзных республиках. Так, летом 1959 года в Азербайджане, Латвии и Узбекистане были проведены партийные чистки и сменены руководители республик. Так, например, первый секретарь Азербайджанской коммунистической партии Мустафаев был отстранен о должности за проявление национализма. Под давлением центра были признаны ошибочными принятие закона о государственном языке, обязательное обучение азербайджанскому языку в русских школах и отход от канонических форм описания истории и культуры Азербайджана. Это все ошибка, понимаете? Проявление национализма. Изучать свой язык, осуждать кремлевскую версию истории и культуры твоей страны. Нонсенс. Далее, в принятом в 1959 году законе о просвещении были сделаны поправки. И получаем итог. Ведение дела производства в государственных учреждениях исключительно на русском языке. Отсутствие перспективы в продвижении в должности не знающих русский язык кадров. Значительно увеличилось число русских школ, где преподаванию азербайджанского языка уделялось очень мало часов. И во многих местах преподавание этого предмета носило формальный характер. Стоит отметить, что к преподаванию истории Азербайджана относились не серьезно. Многие исторические факты и события преподносились на основе фальсификации. Зависимой от генеральной линии власти была в те годы и интеллигенция Центральной Азии. Интеллигенция уже не требовала от власти поиска конкретных виновников репрессий в Казахстане, хотя уже были известны персоны пострадавших. В 60-70-е годы препятствовали публикации творческого наследия выдающихся казахских поэтов, писателей. Макжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова, Шакарима и других репрессированных писателей, поэтов и историков. В 1963 году в Москве возникло неофициальное объединение казахской молодежи Жастулпар. Организация позиционировала себя как просветительское общество, пропагандирующее казахскую культуру. Целью общества была объявлена пропаганда казахской культуры, искусства и литературы. Организаторами были Мурат Ауэзов, Булатхан Тайжанов и Алтай Кадаржанов. В рядах состояли около тысячи студентов. Вскоре подобные союзы возникли по всей КазССР, и жастулпаровцы стали подвергаться угрозам. В комсомольских органах ЦК их стали называть националистами. В ЦК также сообщалось о появлении листовок националистического содержания от жастулпаровцев. Вскоре, после насильственного распуска этой организации, ее члены подвергались преследованию со стороны правоохранительных органов. Однако, благодаря вмешательству первого секретаря ЦК КП Казахской ССР Динмухамеда Кунаева, преследование прекратилось. Таким образом, тот факт, что вся массовая культура в СССР в последние десятилетия сталинского режима находилась под знаком утверждения русского национального величия, неоспорим. Истоки руссоцентризма в сталинской массовой культуре трудно различимы из-за компаний, одновременно ратующих советский патриотизм и дружбу народов. Возникает противоречие. Но я повторюсь, в течение 30-х годов руководство было настолько озабочено государственным строительством и массовой мобилизацией, что привело к руссоцентризму как к популистической идеологии. Другими словами, главным для верхушки стал прагматизм. Стало ясно, что утопичная дружба народов, пропагандирующаяся в начале советской идеологии, на самом деле свела на нет. Все попытки мобилизировать общество на индустриализацию. В поисках более сильной идеи Сталин и узкий круг его приближенных в итоге остановились на руссоцентризмской идее, как на самом действенном способе достичь массовой лояльности режиму, даже потому, что русских было просто больше, чем всех остальных. В действительности же роль, отведенная нерусским народом, приводила в смятении многих из тех, кто пытался понять нарратив. Так очень показателен случай русского революционера Николая Ивановича Бухарина. Он в свое время принял активное участие в решении идеологических вопросов. Так в феврале 1936 года он подвергся суровой критике за несколько статей в известиях. В одной из них он говорил о том, что недоверие нерусских народов к русским является естественным следствием царской колониальной политики. Мощная кампания против него послужила сигналом возрастающей чувствительности к данным темам. И один за другим известные писатели, например, Булгаков или Демьян Бедный, также в течение 1936 года были обвинены в неуважительном отношении к русскому прошлому. Менее важные авторы были просто немедленно арестованы. Скандалы вокруг Бухарина, Булгакова и Бедного косвенно характеризуют значительный культурно-деологический сдвиг, который был очевиден, но старательно замалчивался и продолжал исполняться. И знаете, процесс подобной деноцификации нерусских народов метрополии не прекращался и в позднесоветские годы. И в 90-е. Ну а последний психованный способ в борьбе с несогласными любить их и отказаться от себя самого мы видим каждый день. Причем в прямом эфире. Здравствуйте на телеканале Россия Вести. С вами Фарида Курбангалиева и вот главные новости к этому часу. Но далее хочу привести цитаты из статьи Фариды Курбангалиевой, ведущей программы Вести на телеканале Россия-1, где она работала с 2007 года по 2014. Сейчас она живет и работает в Праге. Статья называется «Моя личная деноцификация». Сразу хочу дать оценку. Таких историй от тех, кто нашел в себе силы рассказать, очень много. Все они похожи, как две капли воды, только меняются имена. Итак, цитирую. Российские власти и прокремлевские медиа говорят, что цель нынешней войны, которую Россия ведет против соседнего государства – деноцификация Украины. Но на самом деле деноцификацией власти России занимались и раньше по отношению к нерусским народам, живущим в РФ. Чукча татарская написала мне в друг и незнакомая женщина. Ей, мягко говоря, не понравился мой пост про последствия российской оккупации в Буче. И она решила отправить меня в нокаут несокрушимым аргументом. Им оказалась моя национальность. И это объяснимо. Нет ничего позорнее для представителя государствообразующего народа, чем быть чукчей или татарином или хохлом, то есть нерусским. Этот случай заставил меня вспомнить о деноцификации, которая Путин мотивировал военное вторжение в Украину. Вопреки его плану, с начала полномасштабной войны многие заговорили о том, что она требуется самой России. И я с этим совершенно согласна. Но дело не только в этом. То, что Путин называет деноцификацией, не борьба с нацизмом, а желание уничтожить национальную идентичность. Сделать так, чтобы украинцев не существовало как народа. Вот почему на оккупированных территориях, по сообщениям украинских властей, из библиотек изымают и потом сжигают украинские книги. А в школах отменяют изучение украинского языка. Нет языка, нет культуры, нет идентичности, нет народа. При этом, до этого в России уже были деноцифицированы другие народы. В большей или меньшей степени кроваво, но в любом случае довольно успешно. Моя личная деноцификация началась, когда мне было чуть больше трех. Тогда я пошла в детский сад. В этом возрасте я прекрасно говорила на родном татарском. Воспитателями детского сада было строго-настрого наказано. У советского ребенка должен быть только один язык. Русский. Все остальное от лукавого. Забудьте. Деноцификация делала свое дело, и к первому классу по-татарски я хорошо понимала, но говорить могла уже с трудом. Так я общаюсь и сейчас. Все понимаю, но чтобы ответить, перехожу на русский. Зачем же терять время, судорожно подбирая слова. В школе татарский был у многих нелюбимым предметом. Еще бы. Ты знал, что его изучение абсолютно бессмысленно. Дома на нем говорят редко, а где-то еще вообще не говорят. И в будущем он вряд ли тебе понадобится. Некоторые мои одноклассники татары на татарский не ходили. Вместе с русскими детьми посещали краеведение. То есть родной язык к тому моменту они практически не знали. Это был поздний совок, в котором все еще активно поддерживался миф о дружбе и равенстве народов. Посмотри, как хорошо учится Фарида, обращалась моя учительница Анна Викторовна к моему однокласснику Роме. Хоть и татарка. Приблизительно в то же время можно было услышать в казанском трамвае. Эй вы, а ну перестаньте разговаривать на своем языке. И здесь я хочу сделать ремарку. Это я лично слышала очень много раз даже в середине 90-х годов. Цитирую далее. Могу сказать, что почти все мои городские ровесники татары, те, чье детство пришлось на 80-е, это поколение языковых инвалидов. Говорить по-татарски было неловко и стыдно. Главным носителем языка в то время были выходцы из деревни. Конечно, была еще прослойка городской интеллигенции, но настолько тонкая и хрупкая, что в городах татарского было почти не слышно. Разве что в национальном театре. Поэтому, когда в 90-е годы в республике провозгласили суверенитет, а татарский язык сделали обязательным к изучению, преподавать этот предмет в школах и вузах в большинстве своем стали деревенские. Многие из них говорили по-русски с сильным акцентом, не так уверенно держались и даже не так хорошо одевались, как их коллеги, преподающие физику, алгебру или английский. Отношение к ним было соответствующим – колхозники. При этом русские в Татарстане – это очень толерантные русские. Они давно привыкли к татарским именам, национальным праздникам, межнациональным бракам. Когда я уехала в Москву, то поняла, что в других регионах проблема не ограничивается тем, что русские не хотят учить языки надсменов. Россия – страна хоть и многонациональная, но ксенофобская. Довольно показателем был мой опыт работы ведущей на канале России. На дворе был 2007 год. В федеральном эфире уже успели поработать Александра Буратаева и Лилия Гильдеева. Но отрицательный вау-эффект все равно был налицо. Я периодически натыкалась в интернете на просьбы убрать эту чурку или вопросы «А что, русскую не могли найти? А где же Кати, Маши, Наташи?» Коллеги в целом относились ко мне адекватно и доброжелательно. Но, если не считать забавных уточнений, ходила ли я в хадж и ела ли коня? Как и привычного для любого надсмена вопроса, который звучит так. «А как тебя можно называть по-русски?» «Никак нельзя. Это мое единственное имя». Гнев, торг, неохотное принятие. Я знаю множество случаев, когда Федаиль становился Федий, Гульнур Гули, Камиль Колей. Да и что далеко ходить? Моя бабушка Хадича Фазлеевна 50 лет прожила в коммуналке под прозвищем «Тетя Катя». Моя приятельница, аварка Марьян, учась в Москве в РГГУ, часто представлялась Марьяной. Ей казалось, что так не будет лучше относиться. Одна девушка из университетской компании периодически говорила ей «Ну надо же, ты такая нормальная, прямо как мы». Я помню, как сотрудник Сбербанка, держа в руках мой паспорт гражданина Российской Федерации и прочитав мои ФИО, поинтересовался, гражданином какого государства я являюсь. Как директор школы, в которую пошла моя старшая дочь, сомневалась, что ее интеллектуальные способности такие же, как у ровесников москвичей. Южные дети быстрее созревают физически, но умственно иногда отстают. Однажды в торговом центре у меня украли кошелек. Первое слово, которое произнес прибывший полицейский, было «Чурбаны». Я впала в ступор, потому что в моем понимании произносить такое слово «защитник правопорядка» не имеет права. Я ответила, это были две женщины славянской внешности, чем явно повергло в ступор уже самого полицейского. Чтобы не ограничиваться примерами из личной жизни, я обозвонила своих нерусских друзей и приятелей. Это все истории одного рукопожатия. Я все приводить не буду, ссылку на статью оставлю в прикрепленном комментарии в описании, приведу лишь один. Александра, Бурятка из Санкт-Петербурга. Мне не хотелось спускаться в метро, где на нас всегда смотрели враждебно. Однажды мы ехали там всей семьей и услышали, как кто-то произнес. Расплодились тут. В другой раз я шла к эскалатору, и незнакомый мужчина начал меня вытеснять из очереди плечом. Я продолжала идти. Тогда он резко меня отодвинул и сказал, «Ты должна русских всегда пропускать вперед, поняла?» Александра стала одним из организаторов этнической инициативы «Буряты против войны в Украине». Она попросила российских подписчиков рассказать о проявлениях ксенофобии, с которыми им приходилось сталкиваться в жизни. Сообщения идут уже больше месяца. Читая их, Александра почти перестала спать и написала мне как-то в три часа ночи, что ей, как и многим ее респондентам, требуется психотерапевт. Но вернусь к своим татарам и к своей донацификации. Политика унификации инородцев проводилась еще в Российской империи, а при советской власти достигла апогея. За последние сто лет татарам дважды меняли алфавит. Кстати, сделаю ремарку здесь также, как и казахам. До большевистского переворота и некоторое время после него татары писали и читали на арабском. Эту письменность не трогали даже тогда, когда на ограде ляцкого садика в центре Казани висела табличка «Музыкантам и татарам вход воспрещен». В конце 1920-х годов татар перевели на Янали, алфавит на основе латиницы, а уже в 1939 году на кириллицу. Кстати, максимально неподходящий вариант для татарской фонетики. В результате татары были отрезаны от огромного пласта литературы, поэзии, философских и религиозных трудов, созданных на основе арабского алфавита, а соответственно и от собственной истории и культуры. И хочу опять сделать ремарку, у казахов все один в один. Я рассказывала об этом в данном видео. Что будет, когда украинцы освободят оккупированные территории, когда вернут в школу украинский язык, когда напечатают на нем новые прекрасные книги? А Россия, я очень хочу в это верить, наконец-то и вправду будет свободной. Что будет не с украинцами, разумеется, а с нами? Денацифицированными российскими чебуреками? Хочу ошибаться, но я, кажется, знаю, что. Недавно я случайно наткнулась в фейсбуке на откровенно ксенофобский комментарий. Ветки обсуждали санкции, которые власти США побоялись ввести против Алины Кабаевой. Один из участников разговора заметил. А что с нее взять? Обычная татарская женщина. Муж, дети, семья. Много ума не надо. Этот комментарий лайкнул человек, с которым у меня несколько десятков общих друзей. Автор пламенных постов против войны в Украине. На мое недоуменное замечание фейсбук друг наставил кучу смайликов в скобочек и написал «извините». А когда я заметила, что мне совсем не смешно, резко сменил тон. Он несколько раз повторил, что говорит со мной на равных и посоветовал не нагнетать душную тему. Так что мы, не русские, пойдем ко дну с этим кораблем, туда, куда его отправили свободные украинцы. Говорящие на родном языке и дома, и в школе, и на работе, и где хотят. Мы пойдем туда вместе с нашей либеральной общественностью, которая будет искренне радоваться победе Украины. А потом возьмется строить прекрасную Россию будущего. Но кое-что в этой России останется прежним. Мне никого не заставят учить неродные или ненужные языки. Ведь это нарушение прав, свобод и вообще не демократично. Стремящихся делать это самостоятельно будет все меньше. Желающие смогут разговаривать дома или брать факультатив. И не нагнетать, разумеется. Тот, кто попробует возмущаться, будет объявлен националистом и русофобом. Это я, чукча татарская, вам говорю. Лиц с геноцидальным синдромом, готовых убить все и вся, настоятельно прошу не реагировать, чтобы не подтверждать ваш синдром. Я в курсе, сколько вас. Я это наглядно наблюдаю каждый день. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!